здравствуйте друзья у меня сегодня закончилась первая неделя пребывание на диете то есть вот в понедельник на той неделе я сел в смысле как сел начал понедельник с того чтобы питаться по той разнарядка который который мне диетолог выписал алексей зовут реснянский и вот значит питался питался неделю ну и соответственно утром понедельник я замерил свой вес и там было 224 фунта что-нибудь 101 там с лишним килограмм 224 фунта и сегодня с утра было ровно 212 то есть вот 12 фунтов сошли за недельку примечательно что за эту недельку я все-таки инсулин колю как диабетик но второго типа но то есть и за эту недельку я один раз уколол там половину дневной нормы мои обычные остальные вообще не колол поскольку инсулин был в общем-то в норме или скажем так бывает что не в норме чуть-чуть и нет смысла не колоть в общем поэтому так вот получилось не неплохо я когда-то вот был в в двух еще ситуациях когда вес падал и тоже как бы меньше нужно было инсулина потому что вот сам по себе процесс падения веса сопровождался тем что сахар был хороший потом когда вес застабилизировался надо сказать обратно стало нужно больше инсулина вот воспоминания мои такие хотя я продолжал оставаться на диете но стало нужно больше инсулина то есть когда вес снижается то получается что как-то вот инсулин не надо не знаю как объяснить на общем такое вот эту неделю я обходился практически без инсулина нас проинструктировали со светланой как питаться на круизе и ну понятно что это не обязательно будет связано с тем чтобы вес потерять но во всяком случае я надеюсь что мы не наберем так в общем то есть понятно что там питание такое самое разнообразное то есть можно и здоровенько чуть найти но вот если ты уже в ресторане сидишь да то там но там тоже можно на самом деле людей с диетами там там очень много пожилых людей на круизах поэтому у них там свои тонкости питания я думаю что и там можно так с официантом обговорить какие-то вещи которые можно которую нельзя сейчас очень гибко в ресторанах вы можете прийти в самое неожиданное место и сказать я вот там вот это вот это веган например я не вам с удовольствием чего-нибудь сварганит веганское то есть как бы легко сейчас сейчас с этим делом как бы очень просто стал ну вот пока такие такие новости у нас нашей диеты сегодня мне уже несколько человек прислали ссылки на такую новость что посольство посольство и конс не столько посольство консулаты сша в разных городах там екатеринбурге по моему где там они еще есть начнут выдавать визы с 11 декабря то есть они как-то со своими ресурсами там уплотнились устаканились и начнут снова выдавать визы что облегчает жизнь как бы людей с 11 декабря а с 1 сентября они прекратили там выдавать то есть это что там сентябрь октябрь и ноябрь но три месяца у них заняло чтобы как-то так войти в нормальный нормальное русло теперь что еще есть такая новость как бы спекулятивная что ли я даже не знаю было не обязывающее соглашение в оон по поводу содействия там миграционным процессом и там много-много стран подписались и соответственно соединенные штаты тоже вот но сейчас сша объявили что они выходят из этого протокола или как он там называется конвенция конвенция нет не обязывающие не не то что там то есть они могли прекрасно из нее не выходить и тем поскольку она не обязывающие они могли прекрасно в ней оставаться вот и я думаю что это в гораздо большей степени такой типа шаг чтобы покричать нежели допустим реально что-то сделать и я не знаю вот так что да вот такие как бы новости на сегодня утро мы собираемся круиз соответственно как-то уже так надо чемоданчик собрать там мы прикупили какие-то предметы которые для этого нужны а у нас что-то прохладно с утра даже не на вроде и солнышко светит вовсю знаете вот а как-то я чувствую прохладно может быть можете я замерз но не голодным не каким-то так так что бодрости не хватало я себя не чувствую то есть я наоборот я очень бодренький сегодня вот у меня диета поменялась на этой неделе по-другому идет я вообще как в ресторане сегодня светлана мне с утра так поляна накрыла я просто был просто был как в ресторане себя почувствовал вот то есть не то что вот я и раньше не не через силу питался этого не было так вполне нормально было вот но тут просто было шикарно я не рассказываю деталь я понимаю там многие это что именно вы съели но вот то что доктор прописал вот то есть съел ну ну что я могу сказать там там индивидуально мы каждый день общаемся идет какая-то там коррекция поэтому теории вопроса я не очень знаю но но чуть-чуть чуть-чуть поскольку нам объясняли как питаться на круизе я начал может быть лучше понимать концептуально как как питаться когда ты находишься на как сказать нас на собственном таком кашту да то есть никто тебя не не менеджер ты не говорит вот сегодня это съела завтра вот то съел а вот и должен сам определиться вот что со стола взять и в каких количествах поэтому я думаю нам предстоит вот во время этого круиза выйти на новый уровень как бы понимание того что такое здоровое питание ну вот наверное так вот чего в стране тогда я вам не рассказывал значит стране у нас сенат утвердил какую-то свою версию налоговой реформы и такого еще не видел свет то есть чтобы например во время голосования хотя они еще дописывали от руки какие-то там позиции то есть так чтобы скажем сенатором не раздать распечатанную версию это надо было умудриться но им так хотелось хоть что-нибудь принять вот и самое главное что вот то за что они там бились непонятно куда денется потому что надо будет сводить эту версию с версией палаты представителей в общем то есть говорят расскажите что ж теперь будет с налогами а никто не знает потому что ну что вот то что они там намаракуют то и будет и ну поглядим поглядим вот им нужен был конечно какой-то какой-то жупел чтобы им размахивать перед избирателями потому что уже меньше года осталось до полного перевыбора членов палаты представителей и частичного перевыбора сената им нужен какой-то жупел они же не могут прийти сказать вот вот были тут вот но не сделали нифига в эти из того что обещали там стену обещали нет стены там обама кер отменить обещали не отменили если по еще с этим вот но совсем было бы катастрофа катастрофа поэтому им гораздо важнее было принять хоть что-нибудь то же самое с оба выкиром им гораздо важнее было прокричать что они отменили обама керр чем заменить его на что-то что могло бы работать для страны и у них кстати не было у них и не было ничего что могло бы работать для страны вот 7 лет истерики меня в этом деле во всем очень удивляло знаете что когда критиковали обаму республиканцы но с первого дня можно сказать его прихода класть вот 8 лет его критиковали а время какое было если вы помните обвалилась экономика финансовый кризис и вот он в этот момент заступает на должность и делает примерно то что делал бы любой другой на его месте значит но он какие-то заимствования так берет в сторону будущих там погашений растет государственный долг и он на эти деньги пытается как-то ну что-то наладить потому что других то не было денег и вот республиканцы как с таким прямо почти религиозным исступлением кричали что вот нельзя увеличивать бюджет что это там на будущее поколение нагрузка и что я даже ну то есть вообще ну то есть вообще спасение гроба господня из рук неверных понимаете вот и вдруг на тебе вот все эти хочется по-английски сказать крузейдеры да значит все эти крестоносцы слова вылетел все эти крестоносцы и спасители гроба господня значит пофигу как сейчас как жахнуть вот там значит там никто еще не знает сколько это обойдется потому что там оценки расходятся там от триллиона до триллиона там полутора триллионов и некоторые говорят митриллион point 7 но еще же нет нет итоговые версии закона в эти то есть оценивали ту версию которая была до голосования до голосования после голосования она изменилась в частности убрали сенатской версии убрали ту позицию очень критичную для многих вот частности в калифорнии например или там в нью-джорси штатах где высокие налоги убрали позицию о том чтобы снять эту фишечку когда можно списывать налоги на собственность с федерального налога локальные там и помню может насчет локальных не уверен но вот налоги на собственность и там где там где дорогой там где дорогая недвижимость это очень сильный был бы удар по людям но еще раз мы посмотрим значит вроде у им в последнюю секунду значит там есть сенатор от штата мэйн вот ей удалось вроде пробить вот это вот чтобы она проголосовала в общем там масса всякого и никто не знает в какую сумму это обойдется но в общем то если вы помните чем заканчивались крестовые походы вот все четыре они все заканчивались грабежом грабежом то есть вот собирались со всей европы шла вот эта армада громадная там куча народу рыцари оруженосцы обслуга прислуга все-таки люди благородные вот и вот эта вся араба шла и грабила все подряд всю европу превращала в помойку вот собственно и сейчас у нас тоже так вот они собрались значит копья там заточили мечи тоже значит броню и вдруг как вышли в поход и так и давай вот значит то есть казалось бы партия которая все время говорит о том что надо сокращать вот это дефицит да то есть нельзя же так вот жить взаймы и это как бы их принципиальная позиция и можно было бы от них ожидать что они уже наконец возьмутся за то чтобы сбалансировать бюджет тут вот сенатор рубио от штата флорида давал интервью вчера что ли позавчера давал интервью не помню кому где-то в приличном месте давал интервью и сказал что это только начало потому что следующим шагом будет сокращение не велфера как допустим многие бы одобрили да что ну сколько можно сидеть вот на пособиях нет сокращение ассигнований на медикер то есть на медицину для пожилых людей и на пенсионные вот эти вот системы пенсионного обеспечения она действительно не сбалансирована в том смысле что туда по одной трубе втекает из другой ну если деньги приходят из налогов в другую трубу вытекает то есть людям платят пенсию но поскольку у нас количество работающих так она не сокращается во всяком случае количество пенсионеров растет пропорция вот это вот ухудшается работающих на пенсионер то как то есть разговоры что надо что-то делать но естественно никто ничего не делает пока гром не прогремит значит там сенатор не перекрестится и и вот рубио говорит что следующая часть плана это как раз вот там сократить я не от не думаю что они могут попытаться сократить вот эту часть до ну уже скажем в 2018 году потому что под выборы это никто себе такого не пожелает эти пожилых людей много собственно пожилые люди гораздо больше голосовали за республиканцев чем молодые да то есть среди пожилых гораздо больше больше процент это больше 50 процентов там может 60 процентов не на голосовали за трампа и а среди молодежи наоборот обратная совершенно картин поэтому и вот это удар именно по пожилым людям прямо сейчас мгновенный удар а скажем по остальным людям уже те кто подрастает значит и так и такую штуку нельзя безобидно сделать без последствий но не знаю я я не уверен насколько рубио отвечает за базар то есть может быть разговоры такие у них там кулуарно ведутся вот где еще денег взять чтобы корпорациям откинуть ваша корпорация дает им бабло а допустим пенсионеры ничего не дают но пенсионеры голосуют вот знаете как каждый по-своему поэтому да ведь интересная такая процедура вот это налоговая реформа не безумно популярна в обществе то есть вот есть всякие опросы налоговой реформы не безумно популярна потому что совершенно очевидно кто больше всего от нее имеет навару больше всего навару имеют богатые вот а все остальные им немножко из того что у них же и одолжили да ну как бы государственный долг вырос вот то что вот у всего народа как бы взяли там триллион полтора сколько там будет мы не знаем и им бросили там копейку какой-то и говорят вот видишь мы тебе мы всем сейчас мы вот тут вот а а остальные как бы да вот те в корпорации но надо сказать что уж совсем дурных тоже не так много уже тоже не так много поэтому в общем то очень очень многие люди понимают к чему это все сделается и налоговая реформа не популярна то есть у демократов появляется такой очень серьезный пойнт для грядущих выборов они в целом довольны ни один из них не проголосовал то есть понимая что понимая что выборы на носу и и это будет можно сказать на носу да там год ром 11 месяцев осталось до выборов понимая что это дает им дополнительные очки в борьбе пишут также в лос-анджелес таймс я вчера читал там такой большой материал примерно я не так сложная формула значит если посмотреть на всех членов палаты представители республиканских палат палате представитель есть республиканц и если посмотреть на них и выделить из них тех кто пришел из тех округов где побеждала клинтон на выборах президентских то есть традиционные республиканские а есть такие где они голосовали за клинтон но в палату представителей избрали демократа республикан то треть этих людей из штата калифорния то есть очень много мест калифорнии где люди голосовали за клинтон а значит теперь идет такая как бы фишка так вот треть этих людей из калифорнии идет речь о том чтобы на ближайших выборах которые будут значительная часть если вообще не ну как бы не почти все ли почти все эти люди их заменят на демократов на выборах но мы не знаем да мы посмотрим но во всяком случае как бы борьба такая идет демократы выставляют двух латинос на выборах которые будут значит один будет баллотироваться на пост губернатора штата калифорния другой будет кого он там забыл ну не помню ночью в сенат да кто-то там будет в сенате сенаторов файнстайн будет конкурировать и это вы можете сказать ну и что какая какое отношение это имеет там к выбору в палату представителей отношение имеет такое что если будет латинос баллотироваться то ожидается гораздо большее участие латинос которые пойдут голосовать а придя голосовать они уже и по всем остальным позициям будут голосовать поэтому как бы вот делается что-то для того чтобы значит привлечь латинос и какой-то такой переворот устроить я не знаю легитимненько все легитимненько в общем такие вот у нас дела на личном и общественном фронте счастливо